На какое время отложили введение новых правил медосмотра для водителей и почему микрофинансовые организации не смогут выселять должников из единственного жилья? Об этом в рубрике «Правовые новости». Огромные очереди в наркологических диспансерах. Этим обернулось намерение Минздрава страны ввести в медосмотр водителей дополнительные анализы на употребление наркотиков и злоупотребление алкоголем. Новые правила должны были вступить в силу 22 ноября. В связи с возросшей напряженностью в обществе по причине достаточно высокой стоимости указанных справок, а в некоторых регионах стоимость справок достигала 6000 рублей, Минздраву принято решение об отложении срока введения указанных положений до 1 июля 2020 года. Однако после указанного срока вышеупомянутые анализы все же станут обязательными. Из того, что вступило в силу, отныне запрещено давать потребительские микрозаймы под залог жилья, будь то дома, квартиры, доли в общем имуществе или строящееся жилье по договору долевого участия. Вступающий в силу закон призван предотвратить ситуации с мошенничеством, когда заемщики лишаются жилья, стоимость которого многократно превосходит сумму самого кредита. Это ограничение не касается микрофинансовых организаций с госучастием, выдающих займы на развитие представителям малого и среднего бизнеса, а также индивидуальным предпринимателям. Кроме того, микрофинансовые организации продолжат выдавать кредиты частным лицам под залог нежилых помещений. С 1 ноября иностранные граждане получат бессрочный вид на жительство. Ранее такой документ нужно было продлевать каждые 5 лет. При этом постоянно проживающий в России иностранец, имеющий вид на жительство, обязан будет периодически подавать уведомления о подтверждении своего проживания в нашей стране. Если непрерывно в течение любых двух календарных лет иностранец не пришлет такое уведомление, вид на жительство будет аннулирован. Исключение установлено только для одного случая. Высококвалифицированным специалистам документ выдается на срок действия разрешения на работу. Данное правило распространяется и на членов их семей. Срок выдачи временного разрешения на проживание сокращен с 6 до 4 месяцев.